Знать, что происходит. Понять суд событий. Видеть своими глазами. Из милицейской сводки в подмосковной электричке был убит 19-летний армянин. По словам очевидцев, преступление совершила группа подростков, кричавших «Слава России!». Такие кадры распространяются по интернету или продаются на видеорынках. Это стало популярным развлечением среди молодых людей. Почему в школах на улице растет ненависть? Все против всех. Отсутствие духовных ценностей, воспитания, пропаганда насилия ведет нас к взаимому уничтожению. Самое страшное, что все это происходит под лозунгом «Слава России!». 16 лет назад в Ярославской области в селе Новое церкви был передан храм. Эти кадры сняты в 90-м году в пасхальную ночь. Тогда журналистов интересовало, что думает молодежь о вере, о Боге. Вы крещеный? Нет? Не хотите окреститься? Нет, я хотел. Верующий? Не верный? Не верный? Верующий? Конечно. А почему вы за оградой, а не там? Потому что сейчас там воде он просто. Конечно, обязательно воде он. Тем более праздник такой сегодня. А какой праздник? Ну как, какой, пасх. И сегодня крестный ход. Крещеный? Да. И нет интереса узнать хотя бы, что это такое? Что грех, что не грех, нет? Конечно, есть. А кто расскажет? Да, кто расскажет. Когда отец Алексей Василенко впервые открыл двери этого храма, в нем еще сушили зерно к весеннему севу. Ему с помощниками пришлось очищать стены от толстого слоя пыли, чтобы добраться до фресок. Субтитры создавал DimaTorzok Но еще труднее было достучаться до сердец односельчан. Если умирание мучительно, то воскресение для нас, отягощенных грехами, страстями, еще более мучительно. Это требует от людей, ну, прежде всего, психологию полностью изменить. Практически весь Великий пост. Многие заходили, подростки, юноши, девушки, стояли подолгу, некоторые по часу, по полтора стояли на службе. Но, конечно, заинтересовать их вот так просто богослужением очень трудно. Проповедовать не храма получается плохо. Я пытался в школе это сделать. Было несколько учителей как-то однажды на схраме. Сами первые дни, когда мы служили, мы из любописи зашли. Я говорю, ну вот, посмотрите сейчас. Потом как-нибудь встретимся в ближайшее время и поговорим на предмет того, чтобы нам в воскресный день собирать желающих деток в школе. Ну, где нам еще собираться? Через несколько дней мне говорят, батюшка, не обольщайся. В школе директором не сдан приказ. Такой меня поразила еще терминология. В то время жить священнику с его семьей было негде. Храм в селе Новое, куда он переехал, стоит на трассе Москва-Ярославль. Новых домов в селе не строили. И ему предложили разрушенный монастырь в семи километрах от поселка. Обитель, я уже потом выяснил, была посвящена моему небесному покровителю, Алексею Человеку Божьему. День, который я родился, именем которого я назван. Вот. Поэтому это, конечно, все не случайно. И я так понимаю, что вот, поместив меня сюда, Господь дал мне, так сказать, знать, какой-то знак, что я должен не просто жить как приходской священник, а каким-то образом нести какое-то другое служение, еще параллельно, служение социальное, детям в данном случае. У нас и престарелые всегда были, вот, и обездоленные семьи, семьи одинокие, взрослые, но особенно дети. И, видимо, то, что это обитель, то есть мой жилой дом оказался просто, как бывшим монастырем, это должно было мне указать путь, каким нужно идти. То есть создавать тоже обитель, ну, уже не монастырскую, а обитель милосердия для того, чтобы заботиться о ближнем. Прошло 16 лет. Теперь у отца Алексея, в его свято-алексеевской пустыне, есть приют для малышей, гимназия для школьников, кадетский корпус. Экзамены, правда, приходится сдавать в других школах, поскольку официального статуса учебное учреждение отца Алексея пока не получило. Ветер – это явление, которое выравнивает давление атмосферы. Выравнивает давление атмосферы. Ветер – это передвижение воздуха при неравномерном атмосферном давлении. В этой общине борются за каждую душу ребенка. Преподаватели – дипломированные учителя. Помимо общеобразовательных дисциплин, гимназисты обучаются риторике четырем иностранным языкам, два из которых – древнегреческий и латынь. Но даже не это главное. Детей учат здесь добру, их воспитывают в вере и в традициях. Они окружены заботой, они накормлены, одеты, они обучаются в прекрасной гимназии. Я могу сказать, что из шести выпусков нашей гимназии, будет седьмой в этом году, у нас не было ни одного выпускника, не поступившего в высшее учебное заведение. Хотя, конечно, есть дети с диагнозами, с олигофренией, допустим, задержкой психического развития и так далее. Но здесь они компенсируются, реабилитируются. И очень многие, вот год назад, года нет еще, к нам попала одна девочка, у которой был диагноз ЗПР – задержка психического развития. И девчонка, когда она появилась здесь, первое буквально заявление, которое было сделано, «Я вас тут всех поубиваю, я тут порядок свой на виду». Теперь это очень скромная, очень славная девчушка. В таком, знаете, возрасте гадкого утенка, такого уже подрастающего, вот уже переходящего в юность. Но девочка из слабоумной грозится просто стать освободаренной. Я не удивлюсь, если… Она в этом году, например, участвовала в Олимпиаде МГУ по геологии. Я не удивлюсь, если в будущем году она на этой Олимпиаде займет какое-нибудь призовое место. Ну, расскажи, мне интересно, а почему ты так минералами-то увлеклась? Чего они тебе вдруг интересны? Ты откуда про них узнала? Я еще дома, еще из дома это привезла с собой. Ну, я дома собирала минералы там, ну… Не сами минералы, а камни, которые мне нравились там. Всякие дохлости, ну, эти, окаменелости. Так. Потом, когда приехала сюда, я узнала, что здесь и занимаются минералами. Дома я вообще целыми мешками потом наберу таких булыжников и потом уносила мешками целыми, такими вот 50-килограммовыми. Ничего себе! Ну и что, ты в них разбираться стала? Потом сюда приехала, узнала, что здесь тоже, ну, тоже минералогией занимают, вообще геологией. И записалась. Вот, брахиопода. Это что такое? Это ракушка такая окаменелая. И ты в них разбираешься? Ну, в некоторых разбираюсь, в некоторых еще нет. Хорошенький. Ты мой милый. Он тебя слушает? Я его поила какое-то время и кормила. Как он тебя знает, выходит. Ну да, он уже меня давно узнает. С самого начала. Я так и не пойму, что же тебе больше нравится, животные или камни? Ну, все нравится. То и другое одинаково. А вот если бы тебе сказали, что у тебя есть возможность вернуться домой, дома жить, ты бы вернулась? Ну, нет. Почему? Потому. Тебе здесь проще. Мне здесь лучше. Среди множество изречений святых отцов, известных философов, писателей, вывешено и правила поведения в общине. Гимназист, помни. В нашей гимназии совершенно недопустимо драки, воровство, сквернословие, ложь, обман, клевета, эгоизм, лень. Сегодня в общине находится 150 детей. У каждого своя судьба. Есть здесь так называемые социальные сироты, дети с трудной судьбой. Но учатся здесь и ребята из благополучных семей, дети богатых родителей. Родители, видя, что творится на улице, в школах, стараются уберечь своих чад от вредного влияния. Все эти скинхеды, они кем-то, видимо, направляются, кем-то инспирируются. И я думаю, что если бы они действительно по-настоящему любили Россию, думали о России, они такими безобразиями не делали. А начинать, конечно, нужно с себя. Чтобы спасать Россию, нужно начинать справлять свою жизнь. А то Россию спасаем, а спрашиваешь такого спасителя, ну, ты за что? Я за Святую Русь, а ты сам тут в церковь ходишь. Поборник Святой Руси, да когда последний раз исповедился? Да вроде еще вообще не приходилось. Как ты можешь спасать Святую Русь, если ты сам в церковь не ходишь, к таинствам не приступаешь? Это безумие. Этому малышу уже 12 лет. Юра кадет, хочет стать военным. Мы нашли Юру на перемене между уроками. Живые глаза, разумные ответы. Редко встретишь такого подростка, выражающего прямо и четко свои мысли. А почему решил военным стать? Папа военный? Ну, у меня папа, младший сержант. Потом просто мне нравится кофе. Военного? Да. А чем нравится тебе? Ну, как бы, я думаю, если нападут кто-нибудь на нашу родину, вот там, например, кто будет защищать своих же людей, родственников. Вот, и как бы нужная сила. Вот, а если никто не будет идти туда, то некому будет защищать. Идти куда? В армию. Вот, и поэтому, как бы, чтобы служить там, ну, в армии и защищать свое отечество. Да это же маленький еще. Защищать. Тебе рост-то сколько? Не знаю. Защищать отечество. Кто же тебя научил таким словам? Нет, никто. Сам? Сам. Ну, а слышал про что-нибудь, про то, что там жестоки бывают между собой ребята там? Ну, да, я даже читал там, как один мальчик там повесил другого на шнурке. Ну, что ты об этом думаешь? От чего это происходит? Как ты считаешь? Ну, я думаю, что здесь легче от всего этого избираться, там, ну, что здесь нет такого, что там творится, например. Здесь, как бы, мы живем, и одной целью все знают. Какой? Цель какая? Цель попасть после загробием в рай. Как бы, жить в этой жизни нормально, чтобы там в другой жизни попасть в рай. А там как, в другом мире, где мальчик повесил другого на шнурке? Там у них просто вытанил невец. И отсюда что происходит? Ну, они там на это не задумываются и, как бы, делают все просто так. А я здесь знаю то, что если я это сделаю, мне потом что-то это вернется. Вообщину его привезли в четырехлетнем возрасте. Здесь живут обе его сестры и маленький брат. Брата своего Юра всегда водит на причастие. Сначала его подводят к чаше, а потом же и сам причащается. Многие родители живут со своими детьми здесь же, в этой общине, по мере сил, помогая ей выжить. Другие при первой возможности приезжают к своим детям, привозят гостиницы. Каждая встреча – это событие. Мать одного из воспитанников. Мы встретили ее недалеко от гимназии. Я очень благодарна настоятелю, благодарна, что такое место на земле есть. И мой мальчик в течение года стал учиться на одной пятерке. Меня, конечно, это очень радует. Тем более вот спрос и ограничение того, что они не видят телевизора, не видят разврата. Простите меня, что я говорю такое, может быть, в камеру. Из лишнего такого накрученности такой, то есть когда показывают кинофильмы детям, там то убийство показывают, правильно, то насилие. Здесь же дети от этого всего ограничены. Они окружены любовью, лаской, окружены людьми, которые всеми силами пытаются и своих детей учить, и давать им что-то такое вот душевное, теплое, отдавать все сердце свое им. И отдают все это нашим детям. В этом году в гимназии завершают обучение несколько юношей и девушек, которые прошли здесь полный курс обучения. Своего преподавателя провожают молитвой на греческом языке. Одной из выпускниц, Катю Черникову, мы попросили остаться после урока. Слушайте, они с мальчиками могут в прошлый раз необычные, никогда обычные. Я считаю вот это, что я живу как бы... У меня сейчас патриотизм такой, то же самое, что к родине, так же патриотизм. Патриотизм какой-то? Ну, такой же. Любишь ты? Да. Ну, а не тяжело жить-то так? Нет. Нет? Нет. Ну, надо жить в жизни как-то, потрудиться, и только там, удовольствие искать. А что подвигло всю вашу семью вдруг приехать? Ну, смысла не было в той жизни, которую мы жили. Как бы живем без цели, без Бога. Просто живем, наслаждаемся, и никуда не хочется. Ну, приобретение. Искать цель. Бога нашли, и живем, и помочь. Община развивается. Постоянно что-то строят, восстанавливают, но помещений не хватает. В маленькой столовой питаются в три смены, и по старшинству. Сначала младшие, потом средние, и, наконец, старшие. Обязательно молитва перед едой. Песня. Песня. А во время еды дежурные из числа воспитанников читают душеспасительные рассказы. Проблема нынешней молодежи состоит в том, что многие не хотят работать, трудиться. Они просто не приучены к этому. Но все хотят жить хорошо. Сегодня в России не хватает рабочих рук. И не только из-за низкой рождаемости, но и из-за плохой образованности и нежелания работать. А здесь уже малышей приучают к труду. Убрать за собой, навести порядок на территории общины – это правило. Да ты ломаешься-то, давай. Ой! Ну-ка, дай-ка. Морковка. Да это не морковка. Это морковка. Это тюльпанчики какие-нибудь или нарциссы. Это нарциссы, цветочки, детки. Нравится здесь, нет? Да. Учительные добрые. Что-что? Учительные добрые, не только как быстрые. Не ругается никто на территории? Ну, иногда так ругается, когда я там эти задания не выполняю. Вообще не придерживаются старой русской традиции – жить в миру, но по строгому монастырскому уставу. У каждого преподавателя, у каждого ученика есть свое послушание. Работа в огороде, на скотном дворе, уборка помещений, приготовление пищи. Не все выдерживают суровых условий жизни общины. Бывает, что родители забирают детей. По их мнению, здесь слишком тяжело. Все удобства на улице, не очень разнообразное питание, корпуса отапливаются дровами и электричеством. Поэтому в лютые морозы здесь холодно. Газопровод всего в 7 километрах, но нет денег, чтобы подвезти его к пустыне. Мы с вами в 6 часов. Утро у нас, как полагается, в армии зарядка, умывание, заправляем койки, утренний осмотр, правила. А вот у гражданского населения, у них подъем полседьмого, и у них 7 часов правила. У нас тоже 7 часов правила, но мы за этот час укладываем все делать. У вас здесь предметов много преподают? Ну, общеобразовательный, и плюс к этому у нас церковно-славянский, закон Божий. Ну, ОПК, это основа православной культуры. А ты какие-то иностранные языки еще учишь? Да, латынь. Латынь? Да. Ну, скажи что-нибудь нам по латыни. Ниилтимил. Что это значит? Нечего бояться. Браво, Кокко! Ура! Более 20 мальчиков занимаются в кадетском корпусе. Подъем в 6 утра, молитва, занятия и военная подготовка. После обеда час сна. И никакого телевизора, только книги. И снова поход, труба нас зовет, мы вновь встанем в строй, и все пойдем на смертный бой. В общине большое хозяйство, 400 гектаров земли, больше сотни коров и овец. Есть также конюшня из 15 лошадей. Но самое поразительное, что здесь устроены потрясающие музеи. Церковные истории, художественные, где есть подлинники картин художников Шишкина и Петрова Водкина. А также историко-археологические и энтомологические. Еще есть музей знаменитого путешественника Федора Конюхова. Он помогал создавать этот музей, а его сын учился в гимназии. Кроме того, удалось собрать уникальную библиотеку. Отец Алексей передал сюда 60 тысяч своих книг. Библиотека занимает два этажа. Особо ценные фолианты, в том числе и рукописные 16-17 веков, находятся под стеклянными витринами. В лесной глуши, вдалеке от столицы, собрались уникальные люди для того, чтобы передать детям свое понимание жизни и мира. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Конечно, выжить в современных условиях община отца Алексея без помощи спонсоров не смогла бы. Кто и как помогает этой обители? ПЕСНЯ 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 когда насильники там женятся, наши крестины. Это все становится семейным праздником, и попечителей в том числе. И вот эти попечители, они начинают это вообще воспринимать как свою семью. Я не буду уточнять, но среди тех наших главных благодетелей, которые очень большие средства всегда дают, при этом не имеют возможности купить себе жилье, снимают жилье. Эта община – капля в море среди той бездуховности, которая заполняет сегодня современную школу. Невозможно поднять страну с поколением, у которого нет исторической памяти, нет веры и нет патриотизма в душе. Таких людей легко толкнуть на провокацию, когда в перемешку с матом кричат «Слава России!» Это не слава, это позор. Возродить родину можно только вернувшись к своим истокам. Песня «Слава России!» Спустя 16 лет Пасха Христова в общине отца Алексея. Песня «Слава России!» Есть у гимназистов общины отца Алексея одна заповедь. «Служи идее христианства, идее истины и добра, идее государства и народа, хотя бы это стоило тебе величайших усилий и пожертвований, хотя бы это навлекло на тебя несчастье, бедность и позор, хотя бы это стоило тебе и самой жизни». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова